Плюс 8 за последние сутки. Итого 76 человек с коронавирусом. Заболевшие живут в Абакане, Саиногорске, Абазе, Алтайском и Уст-Абаканском районах. В их числе дети и пожилые люди. Есть даже малыш возрастом до одного года. Но большинство – люди среднего возраста. Инфицирование происходит в семьях, трудовых коллективах, а теперь еще и в медицинских учреждениях. 26 человек заболели после посещения Белоярской районной больницы. Врач учреждения накануне побывала в Красноярске. Вернувшись домой, женщина вышла на работу. Позже выяснилось, что она больна. Теперь под медицинским наблюдением свыше 270 человек. Больница закрыта на карантин. Поликлиника работает в прежнем режиме. Скорая, неотложная помощь усилена бригадой города Абакана. И транспортировка больных, маршрутизация больных в случае необходимости организована по территориальной принадлежности в город Саиногорск и в город Абакан. Таким образом, жители Алтайского района у нас не останутся без медицинской помощи. Есть заболевшие среди медперсонала и в республиканской больнице. Поэтому принято решение прекратить работу врачей по совместительству в разных медучреждениях. Кстати, на этой неделе пойдет выплата зарплаты медикам и персоналу, работающим по коронавирусу. Нужно усилить контроль в организациях. Работодатели несут персональную ответственность, подчеркнул глава Хакасии. И призвался их жителей республики бережно относиться к здоровью своему и других людей. Уважаемые жители республики, прошу вас соблюдать самоизоляцию и помнить о мерах личной гигиены, профилактики. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и отказаться от посещения места работы, остаться дома. Не стоит относиться к самоизоляции как к ограничению ваших свобод. Опыт других стран сегодня показывает, что соблюдение всех введенных правил дает положительный результат. Всех прибывающих в республику поездом и самолетом отправляют на обязательную изоляцию домой при подозрениях на заболевание в обсерватор. Сейчас думают сократить автобусные рейсы до Красноярска и взять под контроль электрички. На них люди с пересадкой ездят в Кемеровскую область.